Я была такая большая мечтательница. У меня много было всяких желаний, каких-то несбыточных в итоге мечтаний. Я хотела быть актрисой. Я картавила. Папа уверял, что я очень красиво грассирую, но я, по-моему, отвратительно картавила. Но при этом я хотела быть только актрисой. Я очень хорошо помню, когда на каком-то вечере, не то в девятом, не то даже в десятом классе, я была влюблена в иного мальчика из соседней мужской школы. Тогда были мужская и женская школы, такого Алика Гриневского. И вот они пришли к нам на вечер, а я читала кусок из «Молодой гвардии». И там есть такой эпизод, вечеринка, знаменитая вечеринка молодогвардейцев, и они там танцуют, поют. И Любка, одна из героинь «Молодой гвардии», чёрт знает что, выделала своими полными, сильными ногами. И я так вошла в раж, так мне всё это было хорошо. Это была такая мелодикламация, кто-то мне аккомпанировал. И я сказала, а Любка? Любка чёрт знает что! Прокартавила я на весь зал, и зал грохнула. И я убежала, убежала, плакала. Этот позор, этот ужас я не забуду никогда. Потому что Али Гриневский это слышал, это видел, этот мой позор. Тем не менее, несмотря ни на что, я продолжала хотеть быть актрисой. Я хотела петь, танцевать. Я действительно танцевала. Любила, любила это, умела. Хотя, когда была маленькая, была полная, достаточно. Но папа возил меня в кружок, балетный кружок, в Дом инженера и техника. И тогда там руководительница, очень противная тётка, сказала, куда вы этот жиртрест, две коровы съест, ведёте в наш бальный кружок. Папа сказал, она не будет никогда балерины. Она хочет танцевать. И вы её возьмёте, сказал мой папа. И меня взяли, и я танцевала. Вот я танцевала, пела и мечтала стать актрисой. Но, с другой стороны, я понимала, что я не звезда. Почему я так думала? Нет, я не была у Родины, прямо скажем. Не то, что как моя мама красавица, но вполне ничего. Потому что я считала, что звездой, музыкальной королевой, музыкальной актрисой должна быть только такая, как Любовь Орлова. У меня был своего рода комплекс, я даже считаю. Не еврейский комплекс, ни в коем случае. Ещё этого у меня не было. У меня был комплекс брюнетки. Брюнетки с не очень коротким носом. Такой немножко длинноносой брюнетки. И я думала, что нет, такая длинноносая брюнетка не может быть королевой медиколог. И по-прежнему продолжала об этой мечтать. Но была ещё другая мечта. Я хотела быть журналистом. Я писала сочинения на свободные темы. А учительница литературы, полная дурь, как я понимаю, Любка Красный Нос, как мы её называли, всегда писала мне в конце моих сочинений. Сочинение написано не на тему. Это свободная тема. И ставила мне тройку. У меня больше тройки не было никогда. Хотя я писала вполне хорошо. Но я уже писала какие-то маленькие заметочки в московском мосомольце. Потом вышел альманах, посвящённый какому-то юбилею МХАТа. И был конкурс объявлен. И я послала своё восторженное какое-то эссе о МХАТе. Это был мой самый любимый театр с детства. Спасибо папе. Первый спектакль, который я в жизни видела, это была «Синяя птица». И я написала про эту «Синюю птицу». И написала прям со слезами на глазах. И я прошла. И в этом толстом таком альманахе, посвящённом юбилею, была и моя статья. Поэтому я вот второе, о чём я мечтала, это быть журналистом. И в ночь с 8 на 9 марта 49 года ночью раздался звонок в нашей квартире. И сказали проверка паспортов. Был час ночи. Мама с папой поздно довольно пришли из театра. Они были в МХАТе, смотрели такой спектакль жуткий. Они очень смеялись. Такой тогда был советский спектакль «Зелёная улица». И вот они пришли. Они, как всегда, зашли в «Националь», в кафе «Националь», купили пирожные. И мы сидели очень долго, пили чай. Пили чай и смеялись над этой «Зелёной улицей». Такой шедевр был. Бедный МХАТ должен был это ставить, потому что это была советская классика. И они легли спать. Мы жили в одной комнате, 18-метровая комната. Мама с папой спали за шермой. Я на кроватке в углу. Такая тоненькая, узенькая была кроватка. А бабушка на диванчике. А большую комнату у нас во время войны отобрал домоуправ, домовладельца, так называемый, домоуправитель нашего дома. Такой некий Фёдор Михайлович Чёрный, бывший будёновец. Он отобрал нашу большую 28-метровую комнату. Папа в это время делал Катюши. Мама, я и бабушка. Бабушка всё-таки сумела благодаря Хрущёву, надо сказать, эвакуироваться из Киева. Она работала у него с сестрой-хозяйкой. В его столовой. Он очень любил мою бабушку. И всегда я говорю, Шофа Шеломоновна, сделайте мне рыбу-фиш. И он сказал бабушке, собираясь всех своих сестёр, своих племянников, и быстро, потому что у тебя есть час. И бабушка успела эвакуироваться. Вот дядя Боря только остался один. Её брат вместе с своей женой, красавицей, и двумя дочками они ушли в Бабьяр. А бабушка и тётя Таня, и тётя Анюта, и тётя Лиза, они эвакуировались. И вот мы жили втроём, были в Ташкенте, а папа в это время делал Катюшей. И за это время, что нас не было в Москве, этот чёрный, этот будённовец, он захватил нашу комнату. И борьба папы за эту комнату привела к тому, что он стал иностранным агентом, агентом международного, мирового сионизма, американского империализма. Это я всё читала уже спустя годы в его деле, который мне показали ФСБ. И вот в эту ночь за ним пришли. Вместе с нашей Зинкой. Зинкой была дворничья. Зинка пересажала половину нашего дома, формальный переулок, годом 15. Она была понятой. Она садилась в угол, села в угол. А как я потом узнала от наших разных соседей, это была её любимая поза. Она садилась в угол, сжималась так вся и храпела в лиловой майке. Как сейчас помню, это лиловую майку. И у них был, начался обыск в нашей квартире. Летели со шкафов, два шкафа всего там были, наши хрустальные вазочки, хрустальные тарелочки, весь пол был в этих осколках. Мама и папа сидели на кровати. Папа был в пижаме, мама в ночной рубашке. Папа держал её руку. Вот как сейчас помню, как они сидели. Вот так. Вот так они сидели. А бабушка вдруг исчезла. Вышла. Они сказали сидеть, никому не выходить. Их было трое. Бабушка исчезла. И вдруг она возвращается с подносом, уставленным, уставленным, таким благоухающим кофе. Три чашки кофе. На этом подносе были. Три красивые чашки кофе и бутерброды. Не помню с чем. Бутерброды. Она поставила на стол и сказала, ешьте, пожалуйста, этим сволочам. Они посмотрели на неё с недоумением. И один сказал, нам не положено, мы на работе. Я потом очень долго, я жуткая кофеманка, но после этого я долгие годы не могла пить кофе, потому что он так и дымился потом целый день на столе, когда папу уже увели. А потом папа поднялся, ему сказали, одесса, они ничего не нашли, они забрали все мои орнаменты цветные, чертежи советского завода, план, забрали стихотворение Маргариты Алигер, тогда ходило такое стихотворение, родину себе не выбирают, начинаю видеть и дышать, родину на свете получают, так же, как отца и мать. И в чужой землянке, по-моему, руки грея, я смела спросить, кто же мы такие, мы евреи, как ты смела это позабыть. Вот это стихотворение, долго я сама не знаю, как я смела, и так далее, они забрали, и забрали еще папины чертежи, папины чертежи советского завода, план, и увели папу перед уходом, папа встал перед мамой на колени, это я буду помнить до последнего дня своей жизни, и сказал, прости меня, я ни в чем не виноват. И по дорожке, мы стояли у окна, такая дорожка от нашего подъезда, калитки, а за калиткой стоял их автомобиль. И папа вот так ушел, за ним шли эти трое, и ушел на семь лет. Семь лет мы папу не видели. Вот так это было. Но когда папа был, когда папа был, то он заставлял меня читать «Буе мглое небо кроет», и я читала, хотя это, наверное, было ужасно, но папа говорил, ты гроссируешь красиво. И я ему верила, я верила папе, поэтому у меня комплекса никогда не было. Ты танцуешь замечательно. Танцевать, наверное, неплохо, но я же была толстая. И вот я пришла в университет подавать на факультет журналистики с своей папочкой, с этим альмонахом толщинным о художественном театре. Сидит такая милая-милая девушка, которая принимала документы нашей замечательной, нашей замечательной МГУ. Смотрит на меня, не открывает мою папку, не открывает этот альмонах. Ты что, дура? Ты что, идиотка? Я обалдела. Почему я дура? Почему я идиотка? Куда ты идешь? Я говорю, как куда? В университет на факультете журналистики. Ты же еврейка, идиотка. Кто тебя примет? Иди, пока не поздно. Поступай куда-нибудь, но только не в университет. Ты же хороший, я же вижу. Я тебе добра желаю. Уходи. А тогда можно было поступать только в один институт. Это сейчас можно в несколько институтов подавать. А так вот тогда в один. Я сложила свои эти самые папочки, взяла этот альмонах, ну и поперла к выходу и поступила в институт, юридический институт. Это был... Да, еще нужно обязательно сказать одну вещь, вам это будет интересно, потому что, когда папу арестовали, это очень важно. Это очень важно. Я была в 10-м классе, когда папу арестовали. И меня даже спрашивают недавно, вот я давала какое-то интервью, а как на семью? Как это отразилось на вашей семье, на маме, на тебе? Так вот, у мамин директор школы, 310-я школа, русский человек. Это очень важно, потому что папа шел как еврей, как агент, как сионист и так далее. Это были еврейские дела. 49-й год. Время чудовищного антисемитизма, которое начиналось с космополитизма и так далее. Это отдельный большой рассказ. И он сказал маме, я забыла его фамилию, не то Зыков, не то Зубов. Очень хорошая фамилия, да простите на Господь, что я забыла его фамилию. Он сказал маме, Фаня Яковлевна, вы как работали, так и будете работать. Но чтобы вы могли дать образование своей дочке, я отдаю вам двойную ставку. И мама осталась на работе навсегда. То есть пока не ушла на пенсию. А меня, Ольга Николаевна, наша директориса, это 613-я школа, тоже вызвала маму и сказала, мы все знаем. Аллача как училась, так и будет учиться. Как идет на медаль, так если получит, то все будет замечательно. Мне очень важно было получить эту медаль, чтобы поступить в университет. Но так было важно. Так этот идиот, парень Боронов из соседней школы, он был у меня там влюбленный, чтобы продемонстрировать, какой молодец на своем веломоте или как он там назывался, велосипед с мотором. Он так это проехал очень близко и меня столкнул прямо к концу тротуара. И я потеряла сознание, у меня был перелом ключицы. Как раз перед экзаменами меня отвезли в Слифосовск, где я пролежала ровно полтора месяца недвижимая, ни о какой медали говорить было нечего, но зато все-таки я получила аттестат. Ольга Николаевна, хоть я и не сдавала экзамены, дали мне аттестат. Я пошла в этот институт, пошла в этот институт, юридический институт. Это лучшие годы моей жизни. Ну, хотя у меня бывали, все равно бывало очень много замечательных лет в моей жизни, ни света ни на что, и вопреки всему. Время было ужасное. А вот молодость и команды. Каждый раз я попала в какие-то потрясающие компании, не люблю этого слова, в какое-то замечательное окружение, в какие-то удивительные, интересные, яркие, творческие команды людей. Юридический институт собрал цвет, я бы сказала, молодежной мысли, молодежного, молодого интеллекта, молодежных знаний, молодежного творчества. Там было очень много евреев, которые, конечно, не приняли в университет. Это было время пятого пункта. Об университете думать нечего было, как выяснилось, о чем я не знала, я забыла. И я поступила. Так, у тебя, я должна сказать, я ночами и днями думала, как мне так написать, чтобы не написать, что папа сидит, но все-таки не солгать. И я придумала такую замечательную формулу, что последнее место работы отца такой-то, последнее место работы матери такой-то. Все правда. Последний, последний. Я не солгала, но и не написала, что он арестован. И меня приняли. А через два года было собрание, и меня за сокрытие анкетных данных через два года выгоняли из института, из комсомола. Но, на мое счастье, наш вождь и учитель ушел в мир иной. Да, простите меня, Господь, что я так говорю, но это так, потому что он был, он была отвратительная мерзость, он был диктатор, он был террорист, он был мучитель, он был самый настоящий палач. Он ушел, и поэтому смягчилась несколько вся эта ситуация, и меня из института не выгнали. Но потом городской комитет комсомола вынес мне выговор по комсомольской линии с занесением в личное дело. Я хорошо очень помню этот день. Была зима, был очень сильный мороз, меня долго обрабатывали, долго объясняли, что лгать нельзя, что я комсомолка, что я должна и обязана была написать, что отец сидит. Потом я вышла, потом я вошла, мне сказали, что меня не, так сказать, выгоняют из-за льдов нашего замечательного, неповторимого комсомола, а выносят выговор за занесением в личное дело. Я с комсомольским этим билетом вышла, как сейчас вижу это в Калашном переулке, вижу этот сугроб, громадный такой был сугроб, и я положила туда этот комсомольский билет, он там исчез навсегда. С тех пор я рассталась с комсомолом, никогда не была членом партии, хотя на разных этапах моей жизни мне предлагали, вы должны вступить в партию, иначе вы не сможете быть сотрудником, иначе мы не можем взять вас в Штаты, иначе-иначе, иначе-иначе. Я всегда скромно потупившись, отвечала, я еще не созрела. Вот такая это была история. Итак, я в юридическом институте, и в этот институт поступили многие ребята, в основном, кстати, парни, которые не смогли поступить в университет. Аграновский, Вагсберг, Гавштейна, Левиков, то есть блеск, цвет и московской, затем адвокатуры, и московской, и вообще российской журналистики, и Зелатухин, и бразильский, то есть я, Поздеев, я могу перечислять очень долго. Это были фантастически талантливые ребята. Они были необыкновенно умные, а староумные. У нас была газета «Советский юрист». Где-то там наверху, на чердаке, малюсенькая такая была комнатка, и мы там собирались и пропадали там до глубокой ночи. Столько юмора, столько смеха. Какое время это было, между прочим? Ну, правда, это уже было после, уже как бы шло послабление, уже был доклад Хрущева. Но все-таки это была советская страна со всеми ее причиндалами. Но мы там острили, мы там хохмили, мы там издевались, мы там обсуждали какие-то последние какие-то книжки. Еще не было сам издата. Подподучечное чтение пришло в мою жизнь сильно позже, уже, я бы сказала, в 60-е. Этого не было. Но какие-то книги мы читали, что-то мы уже знали. И были наши любимые ремарки, был наш любимый Хингвей, и были наши на классике. Мы там бесконечно о чем-то говорили. Потом там было научно-студенческое общество. Блистательный доклад. У нас был профессор Никифоров такой, по уголовному праву. И он был очень интересный человек, а я ну как-то могла, шла неплохо. И они мне все прощили будущее адвоката. И он мне давал такое задание. Вот какое-то дело. И вот сегодня я по этому делу адвокат в этом нашем НСО, в научно-студенческом обществе. Я защищаю. И я должна дело выиграть. Там голосование идет, я дело выиграю. А на следующий день я по этому же делу прокурор. И я должна была этого человека засадить. Такая вот игра. Это была, я бы сказала, такая проверка и на и ораторские какие-то способности, и на живость ума, и на логику, и на знание предмета. На знание Уголовного кодекса, и на знание всего того, без чего невозможно. А когда была первая практика, он, конечно, был очень великий человек этот, Никифоров, он меня послал, послал меня на практику, специально выбирал дело, и дело было страшное, дело было об изнасиловании. Он говорит, ничего, к чему, ко всему надо привыкать, ты будешь адвокат. И я была в роли следователя. Тут мне дали роль следователя. Он всеми играл, он был такой замечательный, очень артистичный человек, этот профессор. и я допрашивала. Это уже было все всерьез, это уже была не игра, это был настоящий подсудимый, то есть подследственный. А он такая сволочь была, он меня, увидев девочку, мне было 18 лет, и он увидев, что я всеми краснее и смущаюсь. Я была действительно абсолютно, что называется, девочкой. В те времена мы очень долго были девушками, как-то было не принято рано, ранее какие-то сексуальные отношения, поэтому для меня все, что он говорил, был ужас, ужас, ужас. А он мне еще со всеми подробностями рассказывал, как он, значит, совершил эту замечательную акцию, этот акт. В общем, я провела это следствие, я все это записала. Мы очень, очень много тусовались, но тогда слова этого не было. Ну, в нашем институте не было джаза. Мы ходили в Станкин, там был хороший джаз. Ходили в Маи, там тоже был джаз. А джаз это был запрет. А там было, там были вечера, туда мы ходили танцевать, мы туда ходили танцевать. Я очень, действительно, неплохо танцевала, танцевала рок-н-рок. У меня был такой один поклонник, вот просто товарищ, но он замечательно танцевал, Гена, Гена его звали. Он ко мне приходил домой, мы запирались в нашей комнате в 18-метровой, бабушка, мама была на работе, бабушку мы выгоняли на кухне, и мы с ним репетировали. А соседка, тетя Роза, спрашивала мою бабушку, интересно, что они там делают? А бабушка отвечала, они танцуют. Бабушка даже и не думала подозревать меня в чем таком. эдаком нехорошем. И вот однажды, на одном из вечеров, у меня было такое платье. Мама очень старалась вообще это все говорить и говорить, чтобы у меня не было комплексов, потому что мы очень нуждались. У меня, я помню, все свои платьицы, все свои юбочки, а мама, вообще у нее было два, сейчас, наверное, даже никто не знает это слово, два перелицованных пальто. У нее шубы не было никогда, никогда. Никогда. Она даже за день до своей смерти сказала мне и моей подруге, вот, девочки, я в вашей Москве так и не согрелась. А она была киевская красавица. А в нашей Москве она так и не согрелась. А была такая портниха, поле, такая портниха, недорогая. И мама иногда шила мне что-то у этой портнихи. Пальтишко мне шило, как сейчас помню, такого голубого цвета с песцовым воротничком. Я очень гордилась, это было очень шикарно. И такое платье, малиновое платье, все на кнопках. Вот так кнопки и так кнопки. Короткое платье, у меня были действительно хорошие ноги, такая я блоходенькая. И вот мы с ним танцуем этот типо рок-н-ролл, уж совсем всерьез, рок-н-ролл нельзя было танцевать, но похоже. И он меня как-то так, можно сказать, вздернул. И это самое замечательное платье, все кнопки, и все расстегнулось. Хорошо, что я была, тогда носили комбинации. Сейчас, наверное, даже вы не знаете, что это такое. Вот носили комбинации. И после этого появился фильетон в «Крокодиле» с бацейм Фокси, калочка. Почему? С бацейм Фоксик, не знаю, но это было так. Дело в том, что все-таки преследовали стиляк. Это уже было время более позднее, не стиляжее было время, это уже немножко сдвинулось, но все-таки еще стиляжее. И вы же знаете, как преследовали стиляк, и, так сказать, все танцуют рок-н-ролл, это было не для нас. Мы танцевали, но, как вам сказать, это было время, когда уже что-то было можно, и все-таки все было нельзя. Вот можно было, джаз уже был, вот в Станкине, в Мае был джаз, но все-таки так вот до конца, чтобы рок-н-ролл, так нет. А ухаживали тогда, это очень интересно, этот Гена, он за мной, конечно, ухаживал. Что самое интересное, у меня в день рождения 3 января. Я не помню ни одного дня рождения своего в те годы, чтобы мне кто-то дарил цветы. Не было цветов, их не было в продаже, никто не дарил цветы. Я крутила Динамо, тогда все девчонки крутили Динамо, все берегли свою девственность. Почему, не знаю. Почему, не знаю. Все как-то вот осторожно относились к тому, чтобы перейти эту черту. Ухаживали, ходили в кафе мороженое, ходили в кафе мороженое, это было самое главное, на улице Горького было кафе мороженое, приглашали в кафе мороженое. Кстати, должна рассказать очень смешную историю, еще до института, в школе, по-моему, в классе 9, по-моему, или 8, или 9, меня был влюблен такой Шурик Михлин, как сейчас помню, даже как его звали. И он меня пригласил на улице Горького вот в кафе мороженое, знаменитое кафе мороженое. И мы пошли туда, сели за такой длинный стол, и там сидели еще люди. И подходит официантка и говорит, вам о сорте, спрашивает меня. Я говорю, ни в коем случае, мне немножко клубничного, немножко черной смородины, немножко ванильного, все грохнули, потому что, потому что это и есть о сорте. А я не знала этого слова. И мне было так стыдно, и так мне было неудобно, что я с этим Шуриком потом больше не встречалась, потому что каждый раз вот у меня какие-то были такие маленькие позорища. Я помню, у меня была подруга такая, она потом уехала в Америку. Я к ней приходила домой, Нелька Подольнер, и мы с ней слушали Вертинского. Слушали Вертинского, пели вместе с ним прощальный ужин, и все, 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 все. И млели, млели, и пили чай. Мы одни, вот я не помню никогда, что мы пили вино. Вот мы сидели с ней, слушали Вертинского. Могли бы бокал наливать. Нет, этого не было. Вот вообще, вообще, честно говоря, пили мало. Вот тогда. Пили потом, в 60-е, тогда много. А тогда мало. Тогда мало. Я помню, пили мы какие-то три семерки, жуткий портвейн, портвешок этот. Его пили, но немного. Как-то, то ли мы какие-то были у нас, не нужно нам это было, непривычно. Я пьяных не помню. Вот в наших компаниях, чтобы спились, но спились, об этом я даже не говорю, чтобы напились. Вот напившись, чтобы были пьяные, чтобы черти что, это уже все потом. Это уже в 60-е. Это когда пошел уже журнал «Юность», но вся другая жизнь. А тогда мы были какие-то очень юные. Мы были очень юные. Вот у меня был такой роман, такой генофилософ, философов. Он не был на фронте, но он успел захватить, ухватить точнее войну, и он был в армии. И поэтому он пришел в институт без экзаменов. Такой очень красивый блондин. Мне как брюнетки всегда нравились такие светловолосые люди. И у нас был такой большой роман. Мы с ним гуляли, по подъездам целовались, все это было. И он лег в больницу в Лефортово как раз тогда, как раз, когда началось дело врачей. Вот в тот самый день, вот вы этого ничего не знаете, была такая Лидия Тимошук. Такая страшная тетка, Лидия Тимошук, которая работала в Кремлевке. Ей было дано задание написать донос на врачей, которые как бы врачи-отравители. И в правде появилась эта статья. О врачах-отравителях, в основном евреев, которые работали в Кремлевке, травят наших бедных вождей. День этот я хорошо помню, потому что это было в институте. Я училась в институте. А Гена лежал в... Это был другой Гена, не тот, с которым я танцевала. А Гена лежал в Лефортовой больнице. Я к нему побежала. Каждый день я к нему ходила. И он оставлял мне пропуск. Оставлял пропуск, заказывал пропуск. Я приходила к нему в палату. Там было человек пять, наверное, такая большая палата. А в этот день пропуска не было. Я помчалась к нему поделиться, потому что какая-то была... Было нехорошо очень. И мама плакала, и вообще было ощущение какой-то надвигающейся беды. Что интересно, что хотя папа мой сидел, я еще не знала почему. Мол, я вот это узнала все потом. Папа сидел, и была вся эта история с космополитом, с космополитизмом, извините, с расстрелом еврейского антифашистского комитета, о чем мы не знали, арестом, о чем мы знали, убийством Михоулса, о чем мы не знали, думаю, что он так умер. И на похороны Михоулса папа меня водил. То есть вся эта антиеврейская, антисемитская жизнь, она шла вокруг, но почему-то, хотя меня не приняли в университет, и папа сидел именно потому, что он международный, этот самый агент иностранный сионизм, и сионист международный, я почему-то в этой еврейской проблеме, в этой еврейской беде я не участвовала. Так вот, вернувшись к тому, о чем я начала, когда был вот это вот страшное письмо Тимошуке о евреях и травитиях, пропуска не было, я пришла домой и плачу. Плачу, пропуска нет, и я не знаю, в чем дело. Мама говорит, а я, кажется, знаю, в чем дело. Я говорю, а в чем? Ладно, не будем об этом говорить. Не сказала. А вечером ждается звонок. Мне звонит Гена. Я говорю, Гена, в чем дело? В чем пропуск у меня был? Алка, ну как ты не понимаешь? Я говорю, что я не понимаю? Ну я не мог, чтобы ты в этот день пришла ко мне в палату. Я говорю, я не понимаю, почему? Ну как, ну ты же сама понимаешь. Что я понимаю? Ну как же? Ну ты же читала письмо, Тимошук, еврея-отравители. Ну как я мог? Все, на этом же звонок закончился. Я положила трубку, и больше я его никогда не видела, знать не знала, и слава тебе, Господи. Но страдания были, я была в него дико влюблена, я очень плакала, я рыдала, это было страшно. Это было очень страшно. Это был такой, это, бажалый, вот такой личный, был первый серьезный удар, первое предательство серьезное в моей жизни. Потом многое всякое бывало, но это было так. Так что буквально на следующий день в нашей угловой аптеке у Красных Ворот на моих глазах маленькая такая аптека, и там был провизор Аарон Моисеевич. И на моих глазах женщины вытащили своего любимого провизора, который делал им капельки детские, вытащили его из его коморки и стали его бить и кричать «ЖИТ!». Это все сложилось вместе. Вот то, что у меня не было этого пропуска, и как били любимого Аарона Моисеевича, и как мама через несколько дней все это пошло-пошло-пошло, сказала мне, давай достанем наш чемодан, у нас такой был небольшой чемодан, и на всякий случай сложим вещи, потому что нас могут выселять из Москвы. очень напряженное, тяжелое было время. Я не могла ему тогда звонить. И это скорее даже было уже не связано с моей любовью, с моим женским состоянием. Это было связано с этим ужасом, который творился вокруг, и в этом ужасе вот его, он, так сказать, был на той стороне. Он не был со мной, он был там. И он был, ну, буквально за гранью моих возможностей его увидеть. Потому что это было, это было очень страшно. Это действительно было страшно. Мы готовились к тому, чтобы... А в дальнейшем все бывало в жизни, и предательств было немало. Предательств было немало. У меня был большой такой роман, очень серьезный и долгий. Я даже была беременна и сделала обор с таким прекрасным человеком. Человек сложный, художник замечательный, Михаил Кулаков. У нас был серьезный очень роман, и была одна из... Такая встреча Нового года. Это уже продолжалось два года, по-моему. И это уже было, ну, уже когда умер Фима, мой муж. Короче говоря, была встреча Нового года. И на эту встречу Нового года кто-то привел некую Марьяну, итальянку, очень красивую женщину, очень. И эта Марьяна, что называется, увела Мишу с Нового года, увела его и увезла его в Италию навсегда. Он стал потом там знаменитым художником. Она была очень богатая. Она построила ему прекрасную виллу, мастерскую. И Кулакова, он известный в мире художник, он сейчас, он умер. И вот это, вот это была трагедия. Вот это был ужас. Мне казалось, что я помру. Это было что-то страшное. Я жить не могла. Я жить не могла. Все, вот, пришла Марьяна и увела мою любовь. А любовь была серьезная и достаточно. Он кричал, чтобы я не смел делать аборшина. Должен быть ребенок. И все такое. Вот это было страшно. Жизнь продолжалась. Жизнь продолжалась. Ну, разные бывали ситуации. Но надо сказать, что не хочу себя там хвалить и сказать, что я очень сильная. Чушь, я совсем не сильная. Я свои какие-то предательства каких-то в моих романах людей, которые мне, мужчин, которые как-то не так со мной обращались, как мне бы хотелось, наверное. Я это тяжело переживала, но очень достойно. Но очень достойно. Это точно. Это точно. Я не рвалась вот так вот. Вот все равно я верну. Я делала какие-то глупости. Много чего было, всякого разного. Я могла куда-то бежать, куда-то уехать. А вообще, вообще-то, наверное, мне свойственно бежать. Я вот от своих бед, от своих каких-то дырам в жизни я всегда кота-то бежала. Я вообще очень быстро ходила и быстро бегала. Трудно сейчас это сказать, потому что я сейчас плохо хожу. Я почему-то всегда куда-то бежала, когда мне надо было бежать от беды. И вот я помню один мой день рождения, уже это были сильно конец 60-х. У меня был очень такой сильно конец 60-х, даже начало 70-х. у меня был такой роман один с одним человеком, который очень я его любила. И был день рождения. И все пришли, все пришли, и я, видно, выпила сильно. Как сейчас помню, кто-то притащил полный ящик водки воборовой. Такая была водка воборовой польской. И я вообще никогда много не пила, я пьяна, себя вообще не помню. Один раз в жизни, когда мы Вася Аксенова провожали, что-то со мной произошло. А тут я немножко потерял над собой контроль. Я села в кресло и стала вещать правду. Я стала всем говорить гостям, что я о них думаю. Это незабываемый идиотизм моей жизни. Что я говорила, я не помню. Меня потом рассказывали, мне было страшно. То есть я говорила в общем правду. Кому-то я говорила очень хорошо, кому-то так. Короче, вот эта моя любовь, Олег такой был, встал и очень громко, и очень противно, и очень мерзко. Это было 3 января, это важно знать, меня оскорбил вот за всю вот эту мою правоту, что я вещала, сидя еще в кресло. Я даже не помню, что это было, помню только одно, что я сорвалась в формальный переулок, дом 15, и понеслась в открытом платье, голубом, как сейчас помню, с открытыми плечами, мороз был градусов 15, как потом выяснилось, что я потом сильно заболела, и побежала вот на таких каблуках, я тогда носила только высокие каблуки, и помчалась, за мной побежал такой Никита, у меня был друг, побежал за мной с шубой, или с пальто, шубы у меня не было, с пальто, я неслась так почти до красных ворот, почему я подчеркнула, что это формальный переулок, и он бежал за мной, пока он наконец не накинул на меня это пальто, и закутал меня, чуть ли не понес обратно на руках, я потом заболела, у меня было воспаление легких, все было нормально, но вот это вот бежать, я много было таких случаев в моей жизни, когда я старалась от беды бежать, куда-то исчезнуть, куда-то унестись, и даже сны у меня часто бывают такие, что я куда-то бегу, мне страшно бывает остаться со своей бедой рядом, я должна от нее куда-то убежать, унестись, и это было очень важно. Вот когда я бегу в этих снах, это какое-то гигантское пространство, типа поле, это частые мои сны раньше были, сейчас уже нет, сейчас другие сны, к сожалению, сейчас наоборот, какие-то ямы, какие-то траншеи, а то громадное, чистое поле, часто это бывало в моих снах, что я в чем-то, в каком-то белом бегу, вот эта тоска, видно, по какой-то легкости, жизнь-то была трудная, наверное, всегда, всегда были проблемы, всегда было не так просто, я бежала всегда в каком-то, часто, не всегда, а часто, в каком-то белом, легком платье, куда-то бегу, вот прям как лечу, такое пространство, большое, белое пространство, какого-то поля, какого-то поля, очень солнечно, очень, очень ясного, а вот со временем таких снов уже почти нет, сейчас наоборот, сны какие-то угрюмые, сны такие, я проваливаюсь, какие-то ямы меня вытаскивают и не всегда, я просыпаюсь от того, что меня не могут вытащить и бежать уже некуда и сил нет, я думаю, это из-за того, что я стала плохо ходить, я ведь, почему у вас в своих снах всегда бежала, потому что я была быстроножка, меня так и называли, как Миша, Миша Казаков, наш замечательный актер, говорил, лучшие ноги Москвы, я действительно очень много и быстро ходила, не случайно так любила танцевать, а вот с годами, наоборот, стало плохо, с ногами, и я не могу выбраться вот из этих ям, это очень страшные сны, лучше их даже не вспоминать. «Поставь», отзываю, «Поставь», потому что они которые будут его главные, которые будут вытащить, героев,